Реальность или фантастика? Глубины своего замка предсказал всё, начиная от французской революции и рассвета Наполеона до Второй мировой войны Адольфа Гитлера и до полёта на Луну и 11 сентября. Его звали Мишель де Нострадам. Он также известен как Нострадамус. Сейчас его имя стало синонимом предсказаниям и пророчеством. Но когда Нострадамус ходил по улицам, он уже был знаменитым. Как полный сострадание врач, лечивший жертв чумы. Как пользующийся доверием астролог, который консультировал королей и королев Франции. И примерно с 1550 года как плодотворный писатель, чьи альманахи-бестселлеры принесли ему небольшую прибыль и чей сборник, примерно тысячечетверостишей называемых Катренами, сделал его легендой. Сверепые голодные звери будут плавать в реках, когда немецкий ребёнок не будет подчиняться никаким законам. Из человеческого стада отделят девятерых. Изначально их судьба будет раздельной. Огонь, сотрясающий землю от центра земли, заставит трепетать башни нового города. С тех пор, как книга четверостишей Нострадамуса «Предсказание» была впервые опубликована в 1555 году, она не переставала будоражить умы верующих. И наряду со священным писанием и произведениями Шекспира, это одна из немногих книг, которые не перестают издавать. Несмотря на то, что он редко упоминает конкретные даты, имена или события, Нострадамус обращался к астрологии, чтобы предсказать события от своего времени до конца света, который должен наступить в 1999, 3797 или 7000 году, в зависимости от той трактовки, которой вы придерживаетесь. И Нострадамус — ничто без интерпретации. Жан-Шарль де фон Брюн пробирался через его загадочные письмена более 40 лет, следуя по стопам своего отца, который начал это 30 годами ранее. То, что кажется бессвязной речью, — это язык, который люди не могут понять. Это так же, как если бы я сказал вам, что китайский язык — абракадабра, что он бессмысленный. Я просто не понимаю по-китайски, и в этом все дело. Был ли загадочный язык всего лишь прикрытием, чтобы избежать преследования со стороны Инквизиции, или хитрой уловкой, чтобы обезопасить себя от неверных трактовок, обсуждалось еще с тех пор, как Нострадамус впервые взял в руку перо. Фон Брюн, в словах великого предсказателя, прочел все от рассвета Наполеона до падения Берлинской стены. Прошу прощения, но результаты настолько многочисленны, что это статистически важно. Это не может быть просто совпадением, слишком много точных подробностей. Используя Катрене в качестве помощника, фон Брюн также неверно предсказал, что Советский Союз двинется на Париж в 1980-х, и что папа Иоанн Павел II будет убит в 1986 году в Лионе, вызвав небольшую панику в обоих случаях. Но его энтузиазм к предсказаниям не уменьшился. В стихах Нострадамуса можно прочесть практически любое значение, которое не противоречит словам. Можно прочесть также и любое значение, которое не согласуется со словами, но давайте не будем об этом. Питер Лемежурьер, верующий в пророческую силу Нострадамуса, написал более полдюжины книг о ренессанском пророке. На раннем этапе он не столько искал окно в будущее, сколько занимался подгонкой событий под стихи. Насколько я знаю, ни один Катрен ранее не был верно интерпретирован как предсказание события в будущем, которое сбылось. Эти события всегда происходили в прошлом. Сейчас любой дурак может это сделать. Во все времена люди обращались к предсказаниям Нострадамуса, чтобы успокоить себя после случившейся трагедии. Это особенно проявилось после Второй мировой войны, когда многие стихи были интерпретированы как предсказывающий рассвет Адольфа Гитлера. Третье сословие будет хуже, чем был Нерон. Как Катрен 9-17. Печь, которую они вновь построят. Бесчестный король. И однажды минувший золотой век. Для Гитлера это довольно невероятно. Он называет его новым Нероном. В старофранцузском языке слово «forneron» означает «тот, кто работает с духовкой, печью». Что невероятно, если думать, будто духовки были предсказаны Нострадамусом. Смутным намеком, что Нострадамус указал на Гитлера, было имя Хистер. Хистер. Виктор Бэйнс, президент и создатель общества Нострадамуса в Америке. Утратить всего одну букву, пройдя через стольки века, для меня это совершенно невероятно. Говоря о еще более поразительном предсказании, мы переносимся на 5 десятилетий вперед, к 11 сентября. Телефон только что начал звонить. На мой имейл пришло 10 тысяч сообщений. Это правда? Это правда? Бэйнс считает, что несомненно. Картрен 1072 подтверждает, что Нострадамус предвидел это событие. В 1999 году, на седьмом месяце, с неба придет великий король ужаса. В наши дни мы используем григорианский календарь, и наш седьмой месяц, июль. Но когда жил Нострадамус, он использовал юлианский календарь. Так что седьмым месяцем был сентябрь. 1999 может быть на самом деле числовой анаграммой точной даты события. 9-1-1-1. Тогда как указание на великого короля ужаса, это осам и бен Ладен. Бэйнс уверен, что несмотря на то, что письмена Нострадамуса завуалированы, его видение будущего было кристально чистым. Действительно ли Нострадамус много веков назад имел в виду Гитлера и бен Ладена? Мог он или вообще кто-либо действительно заглянуть в будущее? Достигаема такая способность или нет, но это, похоже, является желанием многих. Каждый день миллионы людей извлекают советы о взаимоотношениях и карьере из своих ежедневных гороскопов. Судьбы других определяются случайным выпадением карт Таро. Долгая жизнь прочитывается по ладони, а судьба в чаинках на дне только что выпитой чашки чая. Это похоже на шар для боулинга. Всего 100 долларов. Хрустальные шары, свечи, кофейные зерна и, конечно, печенье с записочкой, предсказывающее судьбу, использовались, чтобы позволить людям бегло взглянуть в будущее. Но предсказание судьбы происходило не только на рубеже нового века общества. В Париже экспериментальный физик Питер Бенцель является аналитиком проекта глобального сознания. Это международное сообщество ученых и инженеров пытается понять воздействие, которое толпы людей, похоже, оказывают на это простое устройство, называемое генератором случайных событий или ГСС. Пока Нострадамус апеллировал к планетам и звездам, чтобы взглянуть в будущее, ГССы могут подключаться к другим таинственным силам — сознанию человека. Концепция необычна, но за ней стоит серьезная наука. Оно измеряет случайные электрические напряжения, которые появляются из-за квантов, проходящих через диод. ГССы — электронные устройства, которые действуют по принципу человека, подбрасывающего монетку. Они измеряют случайность природы, выполняя операцию, эквивалентную подбрасыванию 200 монеток в секунду. Группа установила около 60 ГССов по всему миру. Как и следовало ожидать, они в среднем выдали равное количество орлов и решек. Но время от времени что-то изменяет эту систему вероятности. Проект глобального сознания пытается установить, что это что-то — мы. В определенное время в мире будет событие, которое притянет или привлечет внимание многих-многих людей, всех одновременно. И вопрос в том, что эксперимент пытается обнаружить, так это или нет. Появляется ли в то же время снижение случайности, которое мы наблюдаем в физических данных. Ученые обратили внимание на похороны принцессы Дианы в 1997 году, землетрясения и цунами, и на празднование Нового года. События, которые привлекали внимание всего мира. И пока сигналы малы, они не могут пренебрегать малыми, но необычными вариациями пропорций выбрасываемых орлов и решек. Если бы мы могли наблюдать явления, похожие природой снова и снова, тогда мы могли бы быть уверены, если сигнал повторяется, что влияние действительно есть. Это предположение было сомнительным с самого начала. Я считаю, более глубокая проблема с экспериментами с генератором случайных чисел в том, что в любой день в мире есть что-то, что мы определили бы как большое событие. Что же будет базисной линией, относительно которой можно было бы отличить большое событие от небольшого? Пока нельзя точно сказать, где проходит эта базисная линия. Можно, тем не менее, определить моменты, когда события точно необычны. И именно это мы пытаемся делать. Но с тех пор, как идет наблюдение за ГССами, был один резкий всплеск, который далеко превзошел все остальные. Он произошел 11 сентября 2001 года. Это изображение данных 11 сентября. Крупный всплеск, который произошел в районе времени атаки. Когда ученые изучили данные внимательно, они заметили, что аномалии начались за 4 часа до того, как первый самолет нанес удар. Безусловно, выводы из этого невероятны. Потому что если такая возможность существует, тогда ее применение и практическое, и теоретическое грандиозны. Нашли ли мы способ подключиться к некоему коллективному сознанию, которое может предсказывать будущее? И делали Нострадамус то же самое. Считается, что Нострадамус писал предсказания каждый день в течение трех лет. При 942-х катренах есть шанс, что хотя бы несколько вызовут интерес даже у скептиков. Близ Италии родится император, который дорого обойдется империей. Когда увидят его союзников, скажут, что он больше похож на мясника, чем на принца. Теперь известно, что это об императоре Наполеоне, потому что он родился на Корсике, части Италии, позже проданной Франции. Это прекрасно совпадает с событием, особенно с фактом, что из-за его кровавых военных кампаний некоторые рассматривали его скорее как мясника, нежели как принца. Но было ли это пророчеством или чистой случайностью, Нострадамус не был первопроходцем со своими предсказаниями. Опережая его на 2000 лет, существовала древнейшая в мире методика предсказания судьбы. Оно пришло из Китая и называлось Итчин, что дословно означает «Книга перемен». Живущий в Сан-Франциско в Айси Сан научился этой методике, будучи еще мальчиком у своего отца в Гонконге. Специалисты по Итчин пытаются толковать энергию Вселенной. Они считают, что Вселенная, Земля и люди — часть одной системы. Это система, которая постоянно меняется. И задолго до того, как компьютеры стали имитировать подбрасывание монеток, чтобы проникнуть в эти изменения, монетки Итчин сообщили людям, как предсказывать и даже контролировать эти изменения. Эта информация действительно могла бы помочь людям воплотить свои мечты. И иногда люди приходят ко мне, и на самом деле им нужен лишь толчок. Я подталкиваю их. И бинго! Спустя три месяца все получается. И они благодарят меня. Для бесчисленных поколений, почти для каждой культуры на Земле, существует описание какого-либо способа предсказания судьбы. От Вавилона до Египта и до Индии. То, что могло начаться как способ предсказания лучшего времени для посева злаков или прогнозирования миграции животных, каким-то образом переросло в уверенность, что мы можем предсказывать наши жизненные пути. И вера прочно утвердилась. Люди увлекаются предсказанием будущего, потому что это крупнейшая неизвестная вещь в наших жизнях. Никогда нельзя знать, что произойдет дальше. Это дает нам ощущение безопасности, потому что перед лицом будущего мы все не защищены. В Библии Иосиф толкует сны фараона, чтобы предсказать, когда Египет должен запастись зерном, или на него упадет голод. Пророк Еремия предсказывает разрушение священного храма за сотни лет до того, как он падет. Новозаветная книга откровений предупреждает, что однажды наступит конец света, и чье бы имя не было вписано в книгу жизни, он будет брошен в огненную пучину. Около тысячи лет в Греции у дельфийского оракула жрецы, называемые пифиями, входили в состояние подобное трансу и предсказывали своим посетителям их судьбу, которая не всегда была привлекательной. Именно дельфийский оракул предсказал Эдипу, что однажды он убьет своего отца и женится на своей матери. Недавно ученые обнаружили крайне приземленное объяснение диким видением пифий. Ядовитые испарения, поднимающиеся из земных трещин. Пифии, вероятно, находились в состоянии наркотического опьянения. Считается, что Нострадамус использовал методику дельфов, за исключением воздействующих на мозг газов. Жаклин Алемон возглавляет музей Нострадамуса, расположенный на месте дома предсказателя. Он очень хорошо объясняет, как он работал. Он говорит, что ночью ему нужны покой и сосредоточенность. Он проделывает все в одиночестве, у него есть чаша с водой и свеча, как и у дельфийского оракула. Когда он находится в состоянии полубеспамятства, к нему приходят видения, и он их записывает. Гадание также принимало гораздо более кровавые формы. Внутренности животных могли определить место и конструкцию греческого порфенона. Гомера писал, как Одиссей приносит жертву, чтобы воззвать к миру духов и предсказать будущее событие. Судьбоносное предупреждение Юлию Цезарю «Берегись середины марта» появилось из формы и цвета печени козы. Майкл Шермер, издатель журнала «Скептик». Ичинг, гадание по чаинкам на дне чашки, внутренности овец, все, что предсказывает какие-либо очертания. Людям от природы свойственно искать закономерности. Мы пытаемся найти значимые закономерности в мире, чтобы объяснить их. И не только просто объяснить их, но и предсказать. 300 лет спустя, после того, как философы объявили век рационализма, количество так называемых нострадамусов только увеличилось. Говорят, что у мистика Эдгара Кейси было четкое введение краха фондовой биржи в 1929 году. Он также предсказал переход Китая в христианство в 1968. Многие уверены, что астролог Джин Диксон предсказал убийство Джона Ф. Кеннеди. Так же, как и то, что Советский Союз высадится на Луну раньше американцев. Третью мировую войну в 1959-м и всеобщий мир в 2000-м. Детектив-экстрасенс Нарин Рейне предположительно предсказала покушение на Рональда Рейгана в 1981 году. Но она также сказала, что Джимми Картер будет застрелен на лужайке у Белого дома. Потому что люди хотят, чтобы все это было правдой. Они при помощи средств массовой информации проведут это под таким углом, что оно будет похоже на правду. Так что в случае с экстрасенсами и астрологами можно взять 9 из 10 вещей, которые они предсказывали неверно, и кто-нибудь выйдет и скажет, это невероятно. Что касается самого главного пророка, его видения могли возникнуть из довольно часто повторяющегося примера, из истории. Питер Ле Мужерьер считает, что картины Нострадамуса всего лишь новой интерпретацией предсказаний и событий, произошедших давным-давно. Весь Ренессанс, частью которого был Нострадамус, основывался на идее, что античность должна повториться. Он взял предыдущие предсказания, или предыдущие события, как правило, из письменных источников, и предположил, что если это однажды произошло, то оно должно произойти вновь. Специалист по Нострадамусу Патрис Генар считает, что истинный гений-предсказателя заключался в способности комбинировать историю и будущее, и он предполагает, что средневековый аналог опечатки превратил упоминание прошлого в ошеломляющее пророчество. Эти сооружения – одни из самых древних в римской культуре. Будучи ребенком, Нострадамус часто приходил сюда. Это касается Катрена 557, в котором упоминается характерное гористое скопление и древние монументы всего в нескольких километрах от дома, в котором проходило детство Нострадамуса. «Сойдет с холма Гостье, тот, кто думает, что дыра предупредит армию». Это и есть холм Гостье, упомянутый в Катрене. Нострадамус вполне мог сослаться на вторжение в Прованс, произошедшее двумя веками ранее, когда разведчики располагались высоко на холме Гостье. Но так как во время отзрождения книгопечатания часто набирали «С» как «Ф», Гостье превратился в «Гофье». И небольшое историческое упоминание стало захватывающей отсылкой на технологии, в то время немыслимые. Самая популярная интерпретация — отсылка к братьям Монгольфье, создавшим воздушный шар, которого, конечно, не существовало во времена Нострадамуса. Во время войн 18 века армия Франции получала сведения о местоположении вражеских сил благодаря воздушному шару Монгольфье. Люди использовали все, от пупков до дырочек швейцарского сыра, чтобы заглянуть в будущее. Но если существует одна технология гадания, которая превосходит их все, то она кроется в движении звезд и планет — метод, который предпочитал сам Нострадамус. Присовокупляя астрологическую информацию к некоторым своим предсказаниям, Нострадамус предполагал, что сможет установить даты всех своих предсказаний, если его попросят. Я думаю, он искренне полагал, что этого не потребуется. По всему земному шару миллионы людей продолжают полагаться на астрологию, предположение, что космические тела влияют на человеческие дела, чтобы спланировать свои взаимоотношения и карьеру. Сейчас звезды изучают больше профессиональных астрологов, чем астрономов. Во все века многие политики и другие публичные деятели обращались к небесам, чтобы принять решения, которые касаются не только их, но и всего мира. Но могут ли объекты, удаленные на миллиарды километров, действительно иметь на нас какое-либо влияние? В Париже дух Нострадамуса жив и процветает в известном астрологе Элизабет Тайсе. 400 лет после того, как королева Екатерина Медичи правила в этих покоях, Тайсе давала астрологические советы другому правителю Франции, президенту Франсуа Миттерану. Основной вопрос был, как я и как Франция? Как я и как Франция? Крупный спорный вопрос, затрагивающий и Миттерана, и Францию в течение 14 лет его правления, уходил корнями к войне против Саддама Хусейна. В то время, по словам Тайсе, она была доверенной советчицей. Она вспоминает отчаянные мирные переговоры в Женеве. Миттеран подозвал меня и сказал, «Элизабет, посмотри, будет ли эта конференция иметь успех или нет?» Я ввела в компьютер точное время, когда конференция должна была начаться, и сказала президенту, «Думаю, господин президент, они не поймут друг друга. Ничего не получится. Не получится». И потом он обратился к жителям Франции и сказал, «Я только что говорил с президентом Бушем, и мы не уверены, что это будет иметь успех». Я была немного расстроена. Тайсе была настолько расстроена, что даже написала книгу о деле Миттерана. Но она никогда не была не сведущей в области звезд. Ее астрологическую колонку в популярном телеобозревателе читают миллионы людей по всей Европе. Она также написала полдюжины книг по астрологии. В 2001 году она вызывала наибольшую шумиху во Франции, когда получила степень доктора философии в Сарбонне, старейшем и самом престижном университете Парижа. Ее степень в астрологии, в современной культуре была присуждена и департаментом социологии, но доктор Тайсе хочет изменить это. В Сарбоне прекратили преподавать астрологию еще в 1666 году, и она уверена, что пришло время возобновить традицию. Это невероятно сложные структуры, которые пытаются и возводят астрологию в статус науки. Доктор Роберт Месси — астроном Королевской обсерватории в Гринвиче. Это место, разделенное на две части нулевым меридианом, радушно приняло изучение астрологии в свое лоно, когда было построено в 1675 году. Но несколько сот оборотов вокруг Солнца, похоже, изменили это. Древняя идея астрологии основывалась на факте, что некоторые небесные тела — Луна, Солнце и пять планет, видимых невооруженным глазом, двигались, в то время как все остальное на небе в основном оставалось неподвижным. Во время чьего-либо рождения смотрели на небо и потом пытались сделать предсказания. Месси допускает, что планеты оказывают влияние на Землю и на людей. Они воздействуют гравитационными силами и отражают солнечный свет. Вот почему мы можем видеть их. Но могут ли они действительно влиять на наши судьбы? Марс и его ближайшая точка примерно в 80 миллионах километров от нас. И если мы воспользуемся формулой ближайшего астролога Исаака Ньютона, чтобы вычислить воздействие гравитационных сил Красной планеты на Землю, получится примерно 1,150 от силы, которую оказывает врач, принимающий роды, на ребенка. Эти влияния ничтожны. Движение людей вокруг вас превосходит все воздействия планет. А как насчет световых эффектов Марса? Свет солнечного дня? Свет от этой передачи, если вы смотрите ее дома. Все это как минимум в тысячи, в миллион раз ярче, чем свет от любого небесного тела. Шесть лампочек вокруг кровати в родильной палате светят в 160 миллиардов раз ярче. Если астролог спорит, что сила, которая влияет на людей на Земле, это не гравитационная сила и не свет, то что же остается? Я имею в виду, это должна быть какая-то неизвестная сила. В этом астроном Несси и астролог Тесси соглашаются. Даже скептики признают астрологию, когда у нас будут более чувствительные приборы, способные измерить электромагнетические микро-микро-микро-колебания, которые мы испускаем. Но Месси не ждет, что такая сила будет обнаружена. Я готов смириться с вероятностью, что существует неизвестная сила, которая действует между планетами и людьми, но нет никаких доказательств ее существования. И из этого следует логичный вывод, что она не существует. И, конечно, есть еще один вопрос, на который нужно ответить. Существует ли у нас эта загадочная сила или нет? Может ли астрология действительно предсказать будущее? Это не работает. Астрология не делает то, что ей приписывается распространенным мнением. В области астрологии было проведено много тестов с целью установить соотношения астрологических знаков с разного рода вычислениями, и не было обнаружено вообще никакого эффекта. Так почему же вера в астрологию просуществовала многие тысячелетия? Ответ может быть мало связан со звездами. Для одних людей это источник развлечения, для других возможность успокоить себя, и, наверное, это хорошо. Я подозреваю, что большинство людей не относятся к этому слишком серьезно, а те, кто относятся, надеюсь, не занимают влиятельных должностей. Месси, несомненно, согласился бы с Юлием Цезарем 2000 лет назад, когда он сказал Броту словами Шекспира, что вина кроется не в звездах, а в нас самих. Но если дело обстоит таким образом, как мы объясним очевидный астрономический успех Нострадамуса? Были ли его видения будущего вызваны какой-то сверхъестественной силой, или же он просто расшифровал древние пророчества для людей, которые находят в его словах утешение? Техника не имеет значения. Я пришел к выводу, что Нострадамус мог подключаться к космическому времени и одновременно переживать в 1555 году события прошлого, настоящего и будущего. Будущего для своих современников, но не для себя. Скорее всего, предсказания позволяют людям почувствовать себя частью чего-то большого, большего, чем они сами, и вселяют в них чувство великого рока. Это также может объяснить внимание тысяч людей Крамта, просветленному, 35-ти тысячелетнему воину и завоевателю с мифологического континента Лемурия. Считается, что он вселился в тело этой 60-летней женщины, Джей Зет Найт. Эти двое вели совместное существование с 1977 года. Рамт оказывает величайшую любезность, я имею в виду, когда был последний раз, когда кто-то сказал вам, что вы бог. Продажа самоучителей, видео и руководств в школе просвещения Рамты стала многомиллионной компанией, несмотря на то, что копирайт на имя Рамты принадлежит Мисс Найт, а не кому-либо другому. Но пока кто-то может ожидать, что человек в возрасте 35-ти тысяч лет сможет рассказать нам многое о нашем прошлом, возможно, даже о кроманьонцах, которые должны были жить во времена Рамты. Он также хотел бы узнать и о будущем. Что же, по мнению Рамты, нас ожидает в будущем? Из-за чрезмерного использования ископаемого топлива ответ неутешительный. Это мрачное и хмурое пророчество, соперничающее с предсказаниями Нострадамуса. Я уже видела это. Огромный разрушительный шторм в следующие два года обрушится на Северную Европу. Холод продлится. Вы увидите ураганы невероятных размеров, движущиеся из Африки. Есть вещи, которые будут влиять на мировую экономику на масштабном уровне. и это только ухудшится. В отличие от Нострадамуса, пророчество Рамты заканчивается благополучно. Люди переживут это. Будет много смертей, но люди выживут, хотя потери будут гораздо более велики, чем раньше. Умные люди в конце концов придут к власти. Вот что нас ждет в будущем. Наши попытки предсказать будущее существовали во все времена письменной истории. И в то время, как многие методики предсказания судьбы остаются малопопулярными в обществе, предсказание в наши дни также является мейнстримом, который задействует серьезные науки и большой бизнес. В это сложное современное время компьютеров, наладонников и космических кораблей сделаете надрез на теле обычного человека на улице. Мы не сильно отличаемся от наших предков, живших тысячи лет назад. Мечта на Страдамусе жива в Лондоне, в Мартине Реймонде и Крисе Сандерсоне, основателях Британского исследовательского центра, которому подойдет название «Лаборатория будущего». Если вверх по течению идет ливень, то вниз по течению будет наводнение. Думаю, вот как на самом деле работают хорошие предсказатели. Они проникают в сознание двух с половиной тысяч разнообразных индивидуумов по всему миру, модельеров, игроков и ученых, и предсказывают будущие тенденции для таких компаний, как BMW, Samsung и L'Oreal. У нас есть группа людей, которые являются нашими глазами и ушами, которые смотрят, выискивают, думают и спрашивают. Наша работа в том, чтобы просто начать собирать все части воедино. Это не сверхсложная работа, но и не подбрасывание в воздух кубиков со следующим рассмотрением, что же там выпало. Если вы посмотрите достаточно внимательно, вы увидите признаки будущего везде, куда бы вы ни пошли. Лаборатория будущего ищет эти признаки в неожиданных местах. Новый бургер из фастфуда, тенденции к переработке древесины в производстве мебели, или рэп-звезда, которая меняет мешковатые джинсы на рубашку и галстук. Все эти вещи, несмотря на то, что они выглядят тривиально, маленькие индикаторы того, что что-то, например, даже из области музыки, отражается на более крупных спорных вопросах в культуре и ответственности. Эти культурные индикаторы позже могут быть превращены в реальные бизнес-стратегии, ведущие к развитию в области мобильных телефонов, что также повлияет на кредитные карточки, веб-сайты, которые предпочтут романтику, а не порнографию, или на натуральную косметику и на утрецептические средства по уходу за кожей. Ничего удивительного, что сейчас существуют косметические фирмы, которые говорят о коренных изменениях внешности. Указывать тенденции для косметической индустрии – это одно. Но действительно ли развитие науки и технологий сделало возможным гадание по чингам в глобальном смысле? И лучше предсказать, что произойдет в следующие 5, 10 или 20 лет. Если вы собираетесь заглянуть в собственное будущее, вопрос «что произойдет?» неверен. Правильный вопрос «что может произойти?» Тогда можно принять разумные решения. Пол Сафа возглавляет институт будущего в Пало-Альто, Калифорния, где дальновидность была основной задачей на протяжении десятилетий. В 1950 году, во время начала компьютерной революции, все ученые думали, что если мы внесем в машину достаточно данных, мы сможем получить ответы. Это работает в некоторых крайне узких областях, как прогнозирование погоды. Но применительно к обществу это не работает. На самом деле, при таком быстром темпе развития технологий, прогнозирование того, что нам готовит будущее, стало еще более заманчивым, чем когда-либо. Даже для экспертов. Есть много примеров, когда предсказание не сбывалось. Английский ученый Лорд Кельвин объявил, что летающие машины тяжелее воздуха невозможны. Менее чем за 10 лет до того, как братья Райт совершили полет. Экономист Ельского университета в 1929-м объявил, что акции достигли постоянной высокой точки за неделю до того, как на бирже произошел обвал. В 1943-м глава IBM заявил, что в мире есть спрос примерно на 5 компьютеров. А Билл Гейтс объявил в 1981-м году, что 640-ка должно хватить всем. Это были неудавшиеся, провалившиеся предсказания, которые подтолкнули футуриста Стюарта Брента к созданию веб-сайта для длительных ставок, где люди могут не только предложить свое видение будущего, но и поставить на это наличные. И неважно, будет ли это война с инопланетянами в 2050-м, человек в возрасте 150 лет к середине следующего века или открытие снежного человека в течение двух следующих десятилетий. Написав предсказания в особой, поддающейся контролю и понятной форме, мы можем однажды осознать, как понимать их правильно. Вы ничего не поймете из чьего-либо предсказания, если не посмотрите на него внимательно и не получите ответ, было ли оно верным или нет. Возвращаясь назад в Париж, физик Питер Бенцель, вооруженный данными своих генераторов случайных событий, по-прежнему утверждает, что всеобщее человеческое сознание сыграло некоторую роль во время крупных событий, вроде похорон принцессы Дианы в определении результатов подбрасываемых монеток. 11 сентября 2001 года ГССы по всему миру показали самое сильное отклонение от нормы. Синие линии показывают, когда самолеты врезались во Всемирный торговый центр и в Пентагон. И когда ученые проанализировали, когда именно начались отклонения. Они начались в 04.00 по восточноевропейскому времени, более чем за 4 часа до того, как внимание всего мира сосредоточилось на Нью-Йорке. Почему это произошло, Бенцель выражается осторожно? Возможно, были какие-то намеки на то, что ситуация накаляется до того, как мы условно определяем начало события. Но другие предложили более загадочное объяснение. Некоторые говорят, что появилось небольшое предчувствие беды, которое испытали по их словам многие люди по всему миру до того, как самолеты нанесли удар. Что ж, будет хорошо, если в будущем они смогут сообщать нам об этом заранее. Разве это не нарушение государственной безопасности? Не нужно ли их поместить в тюрьму? Не должны ли они сообщить нам, когда произойдет следующий удар? С приборами для предсказания будущего, предчувствиям, могут ли данные предсказать что-то ужасное до того, как оно произойдет? Этот вопрос должен быть открытым. Я совершенно точно убежден в существовании такой возможности продолжать исследование. Если всплеск в коллективном сознании за несколько минут до катастрофы выглядит неправдоподобным, то как мог кто-то предсказать 11 сентября 400 лет назад, как настаивают поклонники Настрадамуса? Спустя более четырех сотен лет после его смерти сложно отделить Настрадамуса от человека из легенд. Однажды во Франции он шел по дороге через деревню и встретил молодого монаха-католика. Внезапно он упал у ног молодого священника, поцеловал его рясу и объявил его «Ваше святейшество!» Как оказалось, спустя 20-30 лет молодой монах стал папой римским Сикстом Пятым. Во время чумы Настрадамус использовал лекарства, в которые входили лепестки роз и еще несколько трав, и это помогло восстановить иммунитет людей, чтобы они могли сражаться с недугом. Вероятно, это работало. Ни одна из этих историй не подтверждена исторически. Но это не останавливает тысячи верующих, которые ежегодно приезжают в католическую церковь Салона, чтобы посмотреть на гробницу Настрадамуса. отец Мишель де Планш, главный священник. Иногда люди остаются здесь по несколько часов со странным выражением в глазах. Они говорят, «Я пытался почувствовать волны, исходящие от костей Настрадамуса. Это немного пугает, но здесь храм Божий, поэтому мы рады их приходу». После того, как 11 сентября 2001 года самолеты нанесли удар, вновь вас звали к Настрадамусу. Поисковые запросы на Настрадамуса в интернете резко росли. 12 сентября запросов по Настрадамусу было в 4 раза больше, чем по Саму Бен Ладену. Как только происходит что-то плохое, люди начинают обращаться к Настрадамусу, чтобы понять, почему. Мог ли я предсказать это? Как я должен это понимать? Профессор Стэнфордской бизнес-школы Чип Хив исследует, почему идеи, особенно плохие, остаются и размножаются в мире. После 11 сентября он и выпускник Майзер Йофех стали пытаться понять неутихающий интерес к Настрадамусу. Они поставили эксперимент, чтобы установить, могут ли отдельные Катрены равнозначно предсказывать два совершенно разных события, произошедших с разницей в более полувека. 11 сентября и лондонский Блиц, оба из которых произошли в крупных городах и остались в памяти людей трагическими и яркими. Если студент факультета журналистики напишет отчет, равнозначно применимый и к Всемирному торговому центру, и к лондонскому Блицу, его поставят неудовлетворительную оценку. Так что, если одни и те же предсказания применимы к совершенно разным катастрофам, тогда Настрадамус мог не фиксировать что-то правдивое и пророческое, связанное с этими событиями. Эти двое исследовали 942 катрена Настрадамуса на предмет пророчеств, содержавших слова «город» и «огонь» и нашли 11 совпадений. Они поместили их в два разных опросника, в одном спрашивалось, предсказывал ли Настрадамус 11 сентября, а в другом Блиц. После этого Геофех отправился в студенческое общежитие. Я шел по территории университета и стучал в двери. Все это написано Настрадамусом в 1555 году. Некоторые из них слышали о Настрадамусе, некоторые никогда не слышали о нем. Огонь, сотрясающий землю от центра земли, заставит репетать башни нового города. Ребята, у вас есть две минуты на небольшой опрос? Две великих скалы будут противостоять долгое время, и тогда Рустус обогрит новую реку. Думаю, возможно, возможно. Возможно? В том, что делал Настрадамус замечательно, то, что он был очень конкретен. Он рисует картину происходящего. Так что, если я представлю две долгое время противостоящие скалы, я могу представить башни-близнецы Всемирного торгового центра. И это вроде как «Ух ты!» Настрадамус отметил это. Вот эти две великие скалы. С другой стороны, если я изображаю лондонский Блиц, две великие скалы по-прежнему вызывают картинку, но на их месте армия Великобритании и армия Германии, стоящие друг против друга по разной стороне Ла-Манша. Так предсказал ли Настрадамус нападение 11 сентября? Безусловно, одна треть людей говорит «Да, предсказал». Он был близок. А как насчет Блица? Без сомнения, они говорят «Ух ты!» «Да, я думаю, он предсказал лондонский Блиц». И снова около 30% ответили «Да». Даже после того, как Хив и Йофех перемешали слова Настрадамуса, эффект оставался тем же. Это признак его поэтических способностей, если вы можете использовать это применительно к одному событию и сказать «Да, подходит», а потом к другому и тоже сказать «О, он отметил это событие». Это великая поэзия, а не великое пророчество. Хив предлагает трехшаговую программу «Как стать следующим Настрадамусом». Первое, нужно много писать. Начать писать прямо сейчас. Пишите каждый день в течение следующих трех лет. Сосредоточьтесь на негативном. Люди ищут предсказания, чтобы разобраться, когда что-то идет не так. Будьте по возможности точными, но двусмысленным образом. Говорите об истерзанных телах, говорите о великих скалах, о войне, о смерти, о разрушении, но оставьте немного двусмысленности. Могут ли конкретная образность и двусмысленность объяснить все великие попадания в цель Настрадамуса? На мой взгляд, это самое нелепое объяснение Катренов Настрадамуса, которое я когда-либо слышал. И я не верю никому, кто настолько глуп, чтобы дать подобную оценку. В случае с Хистером определенно нет никакой двусмысленности. Это привлекает всех ненормальных. Хистер было древним названием Дуная. Дунай и Рейн образовывали северо-восточную границу Римской империи. Так что, если Рейн это река, то вероятно, что Хистер тоже река. Но тогда, конечно, ненормальные говорят, ага, он родился довольно близко к Дунаю и понеслась. Их нельзя переубедить. Что же насчет числовой анаграммы на 911 2001? Он даже не приглашает вас поиграть с числовыми данными. Все сказано прямым текстом. 1999 год и 7 месяцев. Так что, нельзя совершать махинации с цифрами. Одну добавить, другую убрать, потом умножить на первое пришедшее в голову число. Это будут ваши действия, а не его. Не важно, что на самом деле сказано в Катренах. Критики Нострадамуса заявляют, что люди могут найти в них любой смысл, какой хотят. И часто двусмысленность приписывают ему в плюсы. Показатель его успешных предсказаний составляет около 5,73%, что гораздо хуже случайности. Я могу лучше, и это вовсе не значит, что я пророк. В конце концов, предсказывать сложное дело. Поговорите с квантовыми физиками. Они считают, что неопределенность неотъемлемая часть устройства Вселенной. И прежде всего, это неопределено, потому что наше действие в настоящем предшествует будущему. И мне все равно, есть ли у вас хрустальный шар, или вы изучаете внутренность овцы. Никогда нельзя знать заранее. Экономисты ошиблись с крупным обвалом на бирже. Специалисты по политике не предсказали распад Советского Союза за год до этого. Никто не предсказал появление интернета. И метеорологи до сих пор не могут предоставить точный прогноз погоды более чем на неделю. Какие шансы были у человека, жившего 4 века назад, знать, что произойдет сейчас, в то время, как наши лучшие специалисты не имеют ни малейшего представления, что произойдет в следующие несколько недель? Во все времена люди отчаянно пытались хоть одним глазком заглянуть в будущее. Очевидно, люди действительно делают предсказания заранее, но никто никогда не похлопает нас по спине за то, что у нас получилось. И несмотря на то, что результаты часто не лучше чистой случайности, заманчивость предсказания побеждает. Похоже, это заложено в нас как в висп, желание смотреть вперед. Касается ли это горы вдалеке или следующего года или следующих 10 тысяч лет? Это в нашей природе. Эти чары необъяснимы. Потому что независимо от того, можем ли мы предсказать его или нет, мы все направляемся в будущее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА